Подготовленная Toyota Land Cruiser 105 – крутой вариант для покорения абсолютной глухомани и поездки за полярный круг. Но может быть, можно найти что-то лучшее? Можно! Советские монстры бездорожья смогут доставить вас даже дальше неприхотливого японца. И в этом видео я покажу вам 10 экстремальных вездеходов СССР, на фоне которых модифицированные внедорожники покажутся вам не больше, чем кроссоверами. Поехали! Но прежде чем мы начнем, немного рекламы. Я далек от криптовалюты, блокчейнов и биткоинов, но в 2017 году это было, пожалуй, у всех на слуху, остается и в 2018. На постоянно меняющемся курсе биткоина кто-то зарабатывает неплохие деньги. Поэтому если у вас нет желания и времени во всем этом разбираться, а упускать возможность заработка на крипте не хочется, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Ребята позволят зарабатывать на современных технологиях, не переводя даже при этом деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте, ссылка в описании. И не забывайте, пока вы смотрите это видео, курс биткоина растет. Ну а мой вам совет, прежде чем вкладывать в любой проект свои средства, дополнительно хорошо ознакомьтесь с ним в интернете. ГАЗ-47, он же ГТС, он же Труженик Сибири и Заполярье. Разработка этого снега болотохода стартовала в 1950 году, и при его проектировании использовался опыт производства легких танков Т-60 и Т-70 времен Великой Отечественной. Автомобиль выпускался с 1954 по 1964 годы и был предназначен для эксплуатации в экстремальных климатических и абсолютно внедорожных условиях. 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 74 лошадиные силы, установлен перед кабиной и приводит в движение передние колеса. Грузоподъемность 1 тонна. При этом всем машина имеет крайне низкое удельное давление на грунт. Аппарат нашел спрос среди сотрудников нефтегазовой отрасли, аварийно-спасательных служб в народном хозяйстве и армии. Ведь его проходимость стремится к бесконечности. Производители Урал 5920 знают, каким должен быть настоящий внедорожный грузовик. Ровно 4 года с 1985 по 1989 МИАССКИЙ завод выпускал монстра, способного спокойно выживать при температуре в пределах от минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию. При этом 10-метровый Урал проедет там, где это в принципе невозможно сделать. Для улучшения маневренности машину оснастили четырьмя короткими гусеницами, над которыми 5920 как будто парит в воздухе. Грунт, грязи, снег или болото не выстоят против этого 30-тонного монстра с червячно-винтовыми дифференциалами повышенного трения. Также этот внедорожный грузовик абсолютно не боится проколов шин под гусеницами, ведь в них не воздух, а специальная губка. Вот что значит по-нашему внедорожный грузовик. Этот брутальный шестиколесный грузовик не особо вписывается в ряды чудовищных вездеходов, которые я вам показывал в прошлых выпусках или же показываю сейчас. Но уж поверьте, он с ними одной крови. Это такая себе усовершенствованная модель хорошо знакомого Краза 214Б, но только с 15-литровым движком ЕМЗ-238 мощностью 240 лошадок и с шинами системой централизованной подкачки. При этом кременчугский трехосный гигант стал настоящим долгожителем. Он производился 26 лет с 67 по 93 и за все это время было выпущено свыше 160 тысяч таких работяг. Артиллерийский тягач тяжелый, или кратко АТТ, появился на свет после Второй мировой войны. И он неспроста так назван, ведь весил монстр 20 тонн, а тащить мог за собой еще 25, и был создан с использованием компонентов шасси танка Т-54. Кабина тут от ЗИСа, но модифицированная. Первые опытные образцы АТТ были построены на Харьковском машиностроительном заводе в 1947, а последние были выпущены в 79, то бишь на конвейере он пробыл 32 года. К тому же на его базе создавались модификации, среди которых вполне себе мирный вездеход «Харьковчанка», который широко применялся для освоения труднодоступных районов СССР и Антарктиды. А это громадный 35-тонный ящик длиной 8,5 метров, имел запас хода в 1500 километров и располагал спальным отсеком на 6-8 человек. ЗИЛ-49061 «Синяя птица» Это трехосный полноприводный плавающий автомобиль на базе вездехода ЗИЛ-4906. Первоначально он создавался как вездеход, предназначенный для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей и космических кораблей, однако после он также возил экспедиции к Северному полюсу. Первый прототип поисково-спасательного вездехода был построен в 1971 году, а выпускалась «Синяя птица» вплоть до 91-го. Интересным фактом было также то, что кузов изготовлен не из железа, а из стеклопластика. Очевидно, это одна из причин, почему полная масса пташки составляла 11,8 тонн. Кстати, на шоссе этот вездеход способен поддерживать скорость до 80 км в час. А также он принимал участие в 92-м году в обеспечении первого в мире частного космического запуска «Европа-Америка-500». ДТ-10 «Витязь» – еще один советский монстр, способный выживать за пределами современного мира в условиях температуры от минус 40 до плюс 50 градусов. Эта машина сочетает в себе большую грузоподъемность и грузовместимость с высокими показателями проходимости и маневренности. Ее особенность в том, что она состоит из двух дополняющих друг друга звеньев. Первая – это кабина на 4-7 людей, оборудованная автономными системами обогрева и вентиляции, моторно-трансмиссионное отделение и кузов с тентом. Второе же звено выполнено в виде кузова платформы для монтажа технологического и иного оборудования. В итоге имеем монстра дорог, а точнее их отсутствие, проходимость которого не оставит равнодушным никого, кто видит эти кадры. Название снегоболотохода ШСГ-401 не особо ласкает слух, но это ведь и не седьмая симфония Бетховена. Расшифровывается как шасси снегоболотоходное. Этот четырехгусечный внедорожник способен перевозить на своей платформе грузы массой до 40 тонн. И не думайте, что он завязнет на каком-то болоте или снежной целине. Кабина здесь использована от КамАЗа, двигатель 420-сильный ЕМЗ-240ПМ, снаряженная масса 45 тонн. Максимальная скорость всего 15 км в час, но поверьте, там где проедет эта махина, даже такая скорость покажется чем-то фантастическим. Внедорожный поезд с прозвищем Тюмень имеет изуверский индекс БТ-361А01 и создан на базе трактора К-700. Этот атлант среди внедорожных машин был разработан в СКБ «Газстроймашина» и выпускался на Кропотскинском экспериментальном машиностроительном заводе с 1978 по 80-е годы. Общий тираж составил порядка полутора тысяч экземпляров. Начинка Тюмени была под стать его внешности. Это двигатель В12 мощностью 300 лошадиных сил, которые достигались всего лишь при 1900 оборотах в минуту. Коробка передач механическая и, внимание, 16-ступенчатая. При таком наборе внедорожный поезд тянет медленно, но уверенно – до 32 тонн на борту при скорости в 12 км в час. Этот поразительный вездеход, слегка смахивающий на дракона, превзошел многих. SVG-701 Yamal, разработанный отечественными инженерами совместно с канадской компанией FOMOST. Предназначен для перевозки крупногабаритных грузов массой до 70 тонн. Его высокая проходимость достигается за счет эластичных резинометаллических гусениц шириной почти в 2 метра в сочетании с пневматическими опорными катками, которые обеспечивают хорошее сцепление и низкое давление на грунт. Размеры этой невероятной штуковины поражают. Длина Yamal'а – 20,5 метров, ширина – 4,7 метра, а высота – 4,5 метра. Ну и дизельный двигатель V8 мощностью 715 лошадиных сил. Под стать этим габаритом. Вишенка на торте, весовые показатели. Снаряженная масса Yamal'а – 97,5 тонн. То есть несложно подсчитать, что полная масса машины практически 170 тонн. 2120-литровый топливный бак позволяет без дозаправки преодолеть 750 километров по маршруту средней трудности. То есть кушает он тоже с хорошим аппетитом – почти 300 литров на сотню. Скорее всего, именно из-за этого Yamal не пошел в серийное производство и был произведен всего лишь в двух экземплярах. Но кто уж собаку съел на всех этих внедорожных экспериментах, так это, конечно же, упоминаемый нами ZIL. Про ZIL S167 я уже рассказывал в одном из прошлых выпусков, но не могу не упомянуть об этой удивительной машине и в этом. 12-тонный исполин, под которым школьник мог стоять в полный рост, ведь его клиренс составлял 750 миллиметров. Грузовик и гусеничный тягач с заторможенными гусеницами не в силах были удержать шестиколесного монстра на месте. Руководила его разработкой женщина, что делает данный проект уникальным вдвойне. Машину с индексом 167 построили в 1963 году на заводе имени Лихачева. Экспериментальный автомобиль на 5 тонн груза или 14 пассажиров планировали предложить геологам и нефтяникам Крайнего Севера. А на испытаниях ZIL 167 носился по метровому снегу со скоростью 30 км в час, и даже болото не было для него преградой. Максималка же была 75 км в час. Одно время даже ходила байка о том, будто когда американские спутники засекли быстрое перемещение оранжевого прототипа по непроходимой солене. Из-за этого спецслужбы предположили, что СССР готовит вторжение в Америку через Северный полюс. Но, к сожалению, несмотря на практический успех модели, интерес правительства к проекту угас. И в серию эта интересная заднемоторная машина с пластиковым кузовом, двумя 180-сильными двигателями и автоматической коробкой передач так и не пошла. Размеры нашей необъятной и необходимость проехать там, где нет дороги в принципе, породили необходимость в уникальных машинах, чьи оффроудные возможности находятся просто по ту сторону добра и зла. Друзья, всем спасибо за просмотр! Теперь вы знаете больше об автомобильном прошлом страны, на просторах которой сегодня живете. И думаю, что за это обязательно поставите лайк под этим видео и подпишитесь на мой канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok